Снега в горах Мы с друзьями провели приятный вечер, покушали, посмеялись, посидели у камина и пошли спать. Ночью я проснулся от музыки пианино и ненормального смеха. В соседнем доме на всю шло какое-то веселье. Я подумал, что приехали соседи что-то отмечать. Я поерзал минут 20 и заснул. Утром я встал и решил прогуляться до соседей, так как был с ними в дружеских отношениях. Но никого я там не застал. Ни следов отношений, ни следов ног я там не обнаружил. Мне показалось это странным. Разбудил своих друзей. Они сказали, что тоже слышали музыку, крихи, смерть. Я позвонил соседу, из чего дома раздавались звуки. Он сказал, что никого там не было и быть не могло. Если честно, я уже тогда немного испугался. День подошел к концу и мы легли спать. Я опять проснулся от тех же самых звуков с того дома. Я подошел к окну и увидел свет в окнах и силуэты. Я разбудил своих друзей и мы решили прогуляться до этого дома. Как только мы подошли к забору, все вдруг затихло моментально. Свет погас, пропали силуэты. Мы испуганные побежали в свой дом. Естественно, заснуть мы не можем. Сидим и трясемся от страха. Минут через сорок в том доме опять все оживилось. Включился свет и опять заиграла эта чертова пиамина. И снова этот жуткий смех. Мы втроем вышли на улицу к машине, чтобы поскорее уехать оттуда, пока ее грели и зашли обратно в дом. Вдруг опять все погасло и музыка пропала. Нам стало еще страшнее. Я быстро прошелся по дому проверить электроприборы, камин. Зашел в зал, который был расположен на втором этаже, примерно метров пять от земли, где сидели мои друзья. Вдруг кто-то стучит к нам в окно. Эти две секунды были для меня самые страшные в жизни. В тот момент мы даже дышать боялись. Втроем мы подошли к окну и со второго этажа увидели страшного, просто ужасного, волосатого, ростом около метра старика, с копытами вместо ног. Он стоял, смотрел на нас и смеялся, как дьявол. Глаза у него были огромные и черные. Я просто не опишу вам мое состояние с вами. Это было просто ужасно. Мы выбежали и просто прыгнули в машину и мчались с такой скоростью, с которой я думал, что моя машина не ездит.